Варгейм Рос. Солдатики. История и моделизм. Варгейм Рос. В поисках могилы Ахилла. Всем привет! В этом видео я хочу рассказать про то, как я при помощи научной литературы и Яндекс.Карт искал место погребения Ахилла. Ахилл был одним из главных героев Троянской войны, которого воспели древние поэты. В прошлом видео на канале я уже разбирал этого персонажа, так что можете посмотреть по ссылке в описании к этому фильму. Ахилл погиб на этой войне, и его торжественно захоронили. А как вообще выглядели захоронения меккенцев? В 17-16 веках до н.э. могилы выглядели как прямоугольная выемка в скале, или делались стенки из камней или известняковых плит. Вниз засыпали гравием. После трубоположения могилу закрывали обычной деревянной крышкой и засыпали землей на 2-3 метра. Называют эти могилы шахтовыми. Внутрь к покойнику клали дары, оружие, еду. Сверху на могилу могли ставить стелу с изображением мифических сюжетов, сцен битв и т.п. Главное, чтобы отличать место погремения одних людей от других. Если умирал еще один член семьи, его могли подхоронить в имеющуюся могилу. Для этого ее выкапывали, кости аккуратно сдвигали и клали новое тело. В некоторых могилах находят до пяти тел. Знаменитые мегенские могилы располагались в круге, по краю которого стояли стелы, отмечающие захороненных людей. Практика подхоронения привела в итоге к созданию могил, усекаемых в скале или сложных из камней и имеющих дромос. То есть вход. Дальнейшее развитие этой идеи породило создание могил толосов. Это были куполообразные могилы, порой высотой по 13 метров. Внутри лежали тела или тела покойника. Если в восточной части Пелопоннеса полосы были семейными склепами, то в западной в них хоронили одного человека, иногда сосудами. Вход закладывали камнями. Потом толос засыпали землей, в том числе и коридор дромос. Вращать на себя внимание, что когда к покойнику подхоранивали новое тело, то останки предшественников ссыпались в сосуд и ставились в углубление в полу или просто у стены. Профессор Мелонос выдвинул теорию, объясняющую этот обряд. Согласно его точке зрения, душа умершего была привязана к могиле до тех пор, пока плоть и кости оставались вместе. Когда плоть разлагалась, дух освобождался от нее и больше не возвращался в тело, отправляясь в загробный мир. Погребальные дары частично предназначались для того, чтобы ублажить мертвого во время периода ожидания. Они также оказывались необходимыми для путешествия к его последнему пристанищу в царстве мертвых. Поэтому кости и останки можно было безбоязненно тревожить после разложения тела. Это делали даже родственники покойных. Могилы Толосы просуществовали до конца Микенского периода. Что мне известно о могиле Ахилла? Прочитал я про нее в журнале «Новый солдат» номер 152, Трое. На страницах 4, 5 и 6 упоминается, что рядом с холмом конической формы, называемом Бешик-Тепе, в 8 километрах от Трои находятся в Микенской кладбище периода Троянской войны. Там обнаружено около 300 захоронений. В каждой шестой могиле лежала Микенская керамика. В центре кладбища находятся крупные каменные гробницы 4 на 3 метра. Называют ее гробницей номер 15. Там лежат 3 кремированных тела. В этой же могиле нашли 5 печати, 2 из которых Микенские по стилю исполнения. Что говорит о высоком статусе захороненных в этой могиле людей. Этими печатями ставились оттиски на глиняных табличках, которыми пользовались для письма. Печати были своеобразными автографами. Многие могилы были разграблены еще в древности, так что точное число захороненных и какие там были предметы восстановить проблематично. На кладбище были похоронены и женщины с детьми. Хотя их наличие не отрицает, что это воинское захоронение. Других данных по этим раскопкам где так и не нашел. Было бы неплохо взглянуть на фото из зарисовки могил, почитать, что конкретно нашли. Но есть, что есть. Самый простой способ поиска какого-то объекта на карте это вбить его название в поисковую строку. Искомый холм называется Бешик ТП. Нажимаем поиск. Нас выбрасывает на населенный пункт. Бешик ТП. Казалось бы, все нормально. Если подняться повыше, то будет очевидно, что это не то место, которое нам нужно, так как до стен Трои еще очень далеко. Пойдем другим путем. Найдем бухту Бешика. У нас есть карта местности, какой она была возле Трои в 13 веке до нашей эры. Мы видим огромный залив на севере и бухту глубоко вклинивающуюся в материк на юго-западе. Река Скамандр и река Симойс. Тут Троя. Давайте взглянем на местность со спутника. Постепенно приближаемся. Найдем сначала Трою. Вот она. Во времена древней Трои тут был огромный залив, но реки своими водами приносили илки, и постепенно бухта заносилась и мелела, и в конце концов превратилась в полнородную долину. Город, стоявший когда-то на берегу моря, теперь глубоко на суше. Но нам нужен не этот залив. А где же залив Бешика? Вот он он. Корфун, проводя раскопки вокруг Трои, провел палеоландшафтинг, то есть восстановление древнего уровня моря рек, гор, холмов, реконструкция растительного и животного мира, существовавшего на этой местности в древности. Для этого в земле высверливаются шурфы, извлекается грунт с разных глубин и изучается. Было доказано, что бухта Бешика давалась в материк глубже, чем сейчас, к тому же в ней была пресная вода. В Илиаде место стоянки ахейцев описывается как пруд в устье. Многие критиковали Гомера за это словосочетание, подчеркивая, что он писал чепуху. Но как доказали ученые, Гомер знал географию местности, которую описывал. Тот, кто сочинял этот эпос, точно был на этой местности и участвовал в той войне, иначе бы он не смог так детально описать местность и передвижение войск. В бухту впадала какая-то река или один из рукавов Скамандра, поэтому вода была пресной. Именно в этом месте, а не в бухте Трои, как думал Шлеман и многие другие, располагался лагерь ахейцев. К тому же Гомер писал, что к Трои надо идти вверх по склону, а в бухте Бешико идет небольшой подъем местности в сторону Трои. Бухту мы нашли, теперь ищем лагерь мегенцев. Может предположить, что его расположили максимально близко к врагу, то есть в северной части бухты. Вот здесь. Корабли из моря вытащили на пляж, расположили их где-то тут. Со временем греки обнесли лагерь деревянной стеной, как-то перекрыли доступ врага к своим кораблям. Определившись с лагерем мегенцев, археологи задали себе простой вопрос. Если греки стояли здесь долго, то где захоронение их воинов? Самый простой ответ заключается в том, что могилы должны быть максимально близко от лагеря. Так как они находились на вражеской территории, первое, что бросается в глаза, это огромный холм, прямо непосредственно перед лагерем, или даже бывший внутри лагеря. Как найти этот холм на карте? По ранее приведенному фото понять, где этот бешик ТП крайне сложно. А вот к этой фотографии приводится указание, что она сделана с мыса в сторону северо-востока. На фото вот здесь виден этот холм. О каком мысе идет речь? Да вот об этом. Если посмотреть по указанному направлению, то увидим большой холм. Наши деревья растут примерно так же, как на старом фотоснимке. Мы нашли могилу Ахилла. По крайней мере, древние считали этот холм местом упокоения Ахилла. Видимо, были у них на это какие-то основания. Чтобы уж точно удостовериться, возьмем и замерим расстояние от могилы до стен Трои. Нажмем на линейку, поставим две точки. Мы видим, что практически идеально 8 километров, как указано в журнале. Что известно о погребении Ахилла? После его гибели похороны состоялись на 18-й день и были очень пышными. Было принесено много жертв и даров к собшему. Тело кремировали и похоронили в Золотом Ларце. В могиле также находились останки Патрокла и Антилоха, сына царя Пилоса Нестора. Эти данные я взял из работы Николая Альбертовича Куна «Легенды и мифы Древней Греции». В Илеаде красочно описано погребение Патрокла. Не видится, что похороны Ахилла были более пышными. Погребение его друга можно использовать как пример похоронного обряда. Зачитая выдержку из поэмы «Илиада, песнь 23-я». Быстро сложили костер в ширину и длину стоступенной. Сверху костра положили мертвого скорбное сердце. Множество тучных овец и великих валов криворогих подле костра заколов обредили и туком от всех их собранном. Тело Патрокла покрыл Ахиллес благодушный с ног до головы, а кругом разбросал обнаженные туши. Там же расставил он с медом и светлым елеем кувшины, всех их к одру прислонив. Четырех он коней со страшную силу поверг на костер, глубоко стеная. Девять псов от царя при столе его великолепных было. Двух из них заколол и на сруб обезглавленных бросил. Бросил туда и двенадцать троянских юношей славных, медью убив их. После этого тело сожгли и останки похоронили. Мы видим, что в похоронном обряде используют как жертвенных животных, так и людей. Возле холма Бешик-Тепе Орфман и его команда провели в начале восьмидесятых годов двадцатого века археологические раскопки. Было найдено триста захоронений времен Троянской войны. В центре кладбища нашли могилу с тремя кремированными телами и печатями, две из которых точно мекенские. То есть мы имеем кладбище в центре него захоронено трое представителей знати. В прошлом видео я говорил, что это могли быть Ахилл, Патрокул и Поликсена. Кун пишет, что там вместо девушки был антилог. Думаю, на сто процентов мы уже не узнаем, кто там похоронен. По крайней мере, место погребения воинов, осаждавших Трою, найдено, и вы знаете, где оно. С большой долей вероятности можно сказать, что там же находится и погребение Ахилла. Кстати, аристократы лежат в шахтной могиле в нефтолосе. Видимо, ахилла опасались, что могилу разграбят после ухода войска из лагеря и захоронили максимально запутав следы погребения. В прошлом видео я обещал ответить на наиболее понравившиеся мне комментарии. Кстати, я продолжу эту практику и если будет интересный комментарий под этим видео, я его также разберу. Отвечу я Евгению Койту. Суть его комментария в том, что древнюю мораль не стоит сравнивать с нашей, так как они не знали десяти библейских заповедей, что доспехи царей должны резко отличаться от обычной экипировки воинов. Начну экипировка была очень красива и имела более высокое качество относительно вооружения рядовых бойцов. При этом доспехи должны типологически соответствовать археологическим находкам. На нас зачастую доходят именно доспехи знати из гробниц, а не воинов, у которых защитная экипировка могла ограничиться набедренной повязкой, щитом и шлемом. Создатели образов героев должны были сделать их оригинальными, но в доспехах в той эпохе, на которой делают игру. Причем ничего сложного в этом нет, так как известно довольно много доспехов и шлемов в периоды Троянской войны. Считаю некорректным делать фэнтези наряды для героев Троянской войны, когда известно, как они должны выглядеть. Так что мое мнение, что создатели игры халтурно подошли к проработке образов главных героев игры. Насчет морали. Все народы мира имеют свой свод правил поведения в социуме. И у каждого человека есть своя правда и свое понимание хорошего и плохого даже в рамках одного народа. При этом понятия добра и зла могут сильно варьироваться от одного народа к другому в рамках одного и того же народа на разных его этапах развития. Появление десяти заповедей сильно изменило мир. Постепенно общество, принявшее это вероучение, становится более гуманным. Заповеди не еврейские изобретения, пришли они из Месопотамии. При этом даже на разных этапах христианской цивилизации эти заповеди трактовались по-разному. Влияние заповедей из Библии на общество существует. Разберу это явление с точки зрения политэкономики. Любой коллектив людей существует на базе базиса создаваемой надстройки. Базис это экономическое взаимодействие между людьми. Гробно говоря это способы добычи еды и других товаров и услуг. На базе этого хозяйствования строится надстройка в виде культуры и религии. Поясню проще. У нас допустим рабовладельческий строй. Крупные и мелкие рабовладельцы добывают доход от использования рабского труда. По этой причине в идеологии этого общества будут оправдания такого положения вещей. Религия будет продвигать идеи о том что рабство установлено богами и менять эту систему нельзя. Постепенно изменяются социально-экономические отношения. Появляется много лично свободных крестьян. Рабский труд на фоне труда полуозависимых крестьян выглядит неэффективным. Поэтапно происходит отмирание рабства. А религия его одобряет. Эта нестыковка идеологии и реальной экономической жизни решается при помощи того, что одно из многочисленных религиозных учений начинает доминировать в обществе. Речь идет о христианстве. То есть общество было запрос на новую более гуманную религию и христианство им это дало. После этого христианство продолжило влиять на умы людей делая их более гуманными. когда экономика продиктовала целесообразность такого отношения людей друг к другу. При этом основным элементом при помощи которого удается продвигать гуманизм остается добыча пищи. Христиане помогли в древних обществах укрепиться феодализмом, который был более эффективным в хозяйственном отношении, чем рабовладельческий строй. Появилось чуть больше еды и денег. На смену феодализму пришел капитализм и христианство его стало тоже обслуживать. Еды стало еще больше. И по большому счету проблема нехватки пищи решилась только в середине 20 века и то не везде. Эту тему не буду обсуждать так как она обширна. При этом можно видеть чем еды больше и она более доступна, тем люди более гуманны по отношению друг к другу. Обычный англичанин не помышляет убить и съесть соседа. Воры и убийцы считаются преступниками. А вот житель Новой Гвинеи вполне запускает убийство и поедание соседа. Такое поведение почитает за доблесть. Почему? Англичанин может себя прокормить мирным трудом. А туземец может добыть мясо частенько только поедая других людей. Но из этого правила есть исключения. Все мы помним Великую Отечественную войну и геноцид советского народа. Сытая Европа уничтожала людей миллионами. Те же колониальные войны в Африке, Америках, Австралии, Индии, Китае. Цивилизованные европейцы уничтожили целые народы, а другие превращали в рабов. И наличие христианских заповедей не делало их гуманными. Экономическая целесообразность толкала их на эти преступления. Как говорится, колониализм и империализм ничего личного. Капиталистической элите было выгодно поощрять своих гражданах и воинах дикие формы национализма, жажды власти и садизма. При этом СССР, после войны имея атеистическую идеологию, не вырезал пол Европы, не отомстил за геноцид собственного народа, а помог восстановить нормальную жизнь на занятых советскими войсками территориях. То есть коммунистический и экономический базис диктовал дальнейшее развитие человеколюбия. Советским солдатам в голову не пришло бы расстреливать мирных жителей, как это делали американцы в Корейской войне и Вьетнаме. Или напалмом сжечь города Тёльны, Дрезден, любить мирных жителей Хиросимы и Нагасаки. Хотя многие этого сейчас не понимают и верят в антикоммунистические мифы, которые никак не бьются с реальной историей. Я не призываю молиться на Ленина и Сталина. Нужно объективно изучать историю, скрывая хорошее и плохое, сравнивать, анализировать, а не развешивать пропагандистские ярлыки. Для дряньих греков было норм убивать, торговать людьми и даже насиловать. При этом были и понятия чести и ценности данного слова. Верность и отвага высоко ценились. По этой причине описывая отдельных исторических личностей сложно всем угодить. Я стараюсь быть объективным, но все же не могу удержаться и высказываю свое субъективное мнение по ряду личностей исторических событий. Если я читаю, что человек совершил явное преступление, я про это скажу прямо, даже если это было нормой в его время. Я соглашусь с вами, что сильные меры сего по моральным качествам мало отличаются от тех, кто был знать его в бронзовом веке. Сейчас им приходится больше времени тратить на пиар своих личностей, но это уже другая история. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Wargame.ru Солдатики. История. Моделизм. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok